Привет! Меня зовут Влад, и сегодня я вам расскажу про импульс силы. Если на тело действует сила f в течение t секунд, мы говорим, что телу сообщается импульс равный f умножить на t. И, соответственно, он равен изменению импульса самого тела. Ну, попробуем это доказать с помощью второго закона Ньютона. Ну, мы помним, что сила равна массе, умноженной на ускорение. Тогда, так как ускорение это конечная скорость минус начальная скорость делить на t, подставляем это в первое уравнение, получаем f равно m умножить на v минус v0 делить на t. Умножаем на m, получаем mv минус mv0 делить на t. Теперь, умножая это на t, получим f t равно mv минус mv0. Видим, что в левой части у нас ft, то есть импульс силы, а справа изменение импульса. То есть, получаем f t равно дельта p, изменение импульса. Рассмотрим такой пример. Теннисный мячик массой 100 грамм летит со скоростью 5 метров в секунду и отскакивает от кирпичной стены со скоростью 3 метра в секунду. Притом, время контакта составило 0,1 секунды. Попробуем найти силу, ну, среднюю силу удара теннисного мяча о стену. Начальная скорость 5 метров в секунду. Конечная скорость, ну, так как она движется в обратном направлении, то это минус 3 метра в секунду. Итак, воспользуемся этой формулой. Для этого перепишем ее в таком виде. f равно mv минус mv0 делить на время t. Масса 0,1 умножить на конечную скорость минус 3. минус масса 0,1 умножить на начальную скорость 5. Делить на время, которое равно 0,1 секунды. Итак, получаем минус 0,3 минус 0,5, это минус 0,8, разделить на 0,1, и получается 8 ньютонов. Ну, здесь на самом деле стоит знак минус, который показывает, что сила направлена влево. И это действительно так. Итак, рассмотрим такой пример. Некто неправильно использует третий закон Ньютона, за что справедливо получает по лицу. После удара его голова массой 10 кг летит в сторону от кулака со скоростью 4 метра в секунду. Итак, используя эту формулу, конечная скорость 4 метра в секунду, начальная скорость 0, нужно найти среднюю силу удара. Пишем уравнение. ФТ равно МВ, то есть 10 умножить на 4, минус начальный импульс 10 умножить на 0. Итого получаем, что изменение импульса составило 40 Ньютон в секунду. Итак, изменение импульса 40 Ньютон в секунду. Разделив это на время, получим среднюю силу. Сила равна 40 разделить на время. Время у нас 0,2 секунды. Равно 200 Ньютонов. Так, средняя сила удара 200 Ньютонов. Когда мы говорим, что сила удара составила 200 Ньютонов, естественно, мы имеем в виду, что средняя сила удара 200 Ньютонов. Потому что нельзя ударить человека с постоянной силой. Сначала сила увеличивается, и потом уменьшается. Если мы нарисуем график силы от времени, мы увидим сначала увеличение силы, потом уменьшение. Итак, полное время контакта составило 0,2 секунды. Максимальная сила в данном случае, ну, если рассматривать, что это треугольный график, получится 400 Ньютонов. А средняя сила удара составила как раз 200. У этого графика есть одна очень важная особенность. Площадь под таким графиком есть изменение импульса. То есть, вот эта величина, Ft. Итак, площадь равно ΔP. Или F умножить на T. Итак, рассмотрим еще один важный тип графика. Это график импульса по времени. Ну, мы видим, что некое тело изначально имело импульс 6 кг на метр на секунду. В течение одной секунды он не менялся. Потом за одну секунду он изменился до минус 4. И далее не менялся еще в течение одной секунды. Мы уже знаем, что любое изменение импульса связано с действием некой силы. Попробуем найти эту силу, используя этот график. Ну, мы знаем, что сила равна изменение импульса делить на изменение времени. Итак, импульс поменялся с 6 до минус 4. Соответственно, изменение импульса составляет минус 10 кг на метр на секунду. Изменение времени равно 1. То есть, это минус 10 делить на 1. Итого, сила вот на этом участке составила минус 10 ньютонов. Ну, опять, минус 10 означает, что направление силы обратное. Мы видим, что сила равна изменению импульса делить на изменение времени. То есть, грубо говоря, сила равна тангенсу угла наклона прямой. Совершенно верно. На этом участке сила равна нулю, так как импульс не меняется. И тангенс угла наклона этой прямой также равен нулю. На этом участке он равен минус 10. И на этом участке опять импульс не меняется. Тангенс угла наклона равен нулю. Соответственно, сила нулевая. Рассмотрим такой пример. Тело движется по окружности с постоянной по модулю скоростью. При этом направление движения, как мы видим, меняется. Соответственно, меняется и импульс этого тела. Итак, для того, чтобы найти изменение импульса этого тела, воспользуемся правилом треугольника. Итак, это начальный импульс P1. Это конечный импульс P2. Тогда изменение импульса, то есть конечный импульс минус начальный, это гипотенуза данного треугольника. P2 минус P1. Итак, зная катеты 7 и 7, мы найдем гипотенузу треугольника. Гипотенуза это дельта P. Итак, дельта P равно корень квадратный 7 в квадрате плюс 7 в квадрате, что приблизительно равно 9,9 кг на метр, деленный на секунду. Так как сила равна изменение импульса, делить на изменение времени, она равна 9,9 делить на 3 секунды, равно 3,3 ньютона. Это средняя сила. А направление этой силы совпадает с направлением вот этого вектора, то есть под 45 градусов к вертикали. Тогда на этой картинке мы можем изобразить данную силу. Ну вот и все. Учите физику, знайте третий закон Ньютона и никогда не получайте по лицу. Пока!